Сегодня мы праздновали в монастыре праздник Успения, святой праведной Анны, совершили литургию, и к нам в гости приехал смироточивый иконой, с хеорхимандрит Афанасий. И вот мы приветствуем отца Афанасий в нашей обители, он нам скажет буквально два слова о том чуде, которое произошло лет 15 назад. Об иконе мы говорим, о чуде самом мы поговорим немного позже, вот я бы хотел прежде всего, чтобы обратили внимание, что на иконе очень много дорог, на иконе размещены мощи святой праведной Анны, И вы видите многие дары, которые были переданы в честь разных событий. Вот две руки, которые у святой праведной Анны, это как раз в честь рождения двух дочерей в семье. Вы вот видите сам нимб у святой праведной Анны, это дар монахинь Покровского монастыря, что находится в Пенсильвании. И мы вот видим, как раз говорю, в честь рождения ребенка. А вот мы можем видеть те сердечки, которые были в честь исцеления раковых заболеваний. И вот как раз вот эта рука, пожалуй, в честь исцеления моей руки, когда я был. И вот человек был исцелен с проблемами ноги. И вот многие вот колечки, которые вы видите, некоторые из них прекрасны. Они в честь благодарности, и, конечно, многое запомнить я просто не могу. И после того, как я посещал приходы, через год примерно, Некто приезжает, и после этого благодарят за те чудеса, которые произошли. Сама икона была написана на Елеоне, в Иерусалиме. Икона была освящена в Доме Святых Праведных Иоакима Иоанна и на Гробе Господнем. Несколько лет спустя, икона была привезена в скит Святой Анны на Святой Афонской горе, где она встречала чудотворную икону Святой Праведной Анны Афонскую. И была также на том месте, где располагается стопа. Та, которая до сих пор производит тепло до сегодняшнего дня. На иконе, на обратной стороне икона написана дата ее написания в Иерусалиме. И вот как раз дата посещения Святой Скитой Анны тоже написана на греческом с правой стороны иконы. Many people, of course I should say many people don't realize, this is the Mother of God, this is the Theotokos here. Вот вы можете увидеть Матерь Божия, которая располагается рядышком здесь. And this is Saint Anna. И мы видим лик Святой Анны. Saint Anna is the Mother of Our Lady and the Grandmother of Our Lord Jesus Christ. И мы говорим о Матери Пресвятой Богородице и бабушке нашего Спасителя. So I hope that when we share in our talk that people will come to a love and devotion to her. Я надеюсь, что при результатам этого разговора люди также будут проявлять свою любовь и показывать почитание Святой Праведной Анны. А сейчас икона находится в монастыре Святителя Тихона Задонского в штате Пенсильвания. Этот монастырь известен тем, что он был благословлен Святейшим Исповедником Патриархом Тихоном. И также Saint Николай Житча был учитель и профессор в этом семинаре. Он известен нас как Велимирович, который преподавал в семинаре. For over 108 years, this has been a place of Divine Liturgy being served every day. В этом монастыре Божественная Натургия совершается уже 108 лет. So people who would like to have the prayers or blessed oil. Те, кто желают получить масло освященное у Святой Иконы или от тех, кому нужно совершить молитвы. Should I give the address? Можете обратиться по адресу и адресу. Если это Тихоновский монастырь. 175 Сент Тихонс Роуд Понимаете, Сент Тихонс Роуд Город называется Уэймарт В-а-й-м-а-р-т Пенсильвания Можете там рассказать о цархе Мандрита Афанасия. Спасибо, Господи. История Я родился католиком И я думаю из хорошей католической семьи И когда мне было семь лет, я упал со второго этажа из двухэтажного здания. Мы играли. Я как бы сумасшедшим был. Упал назад спиной и рука была за головой. И я когда это осознание оказалось, что мне руку отняли. У нас получается как мешком висела рука. Это был очень сложный перелом. Когда меня привезли в больницу Они начали втыкать мне иголки в пальцы. Думали чувствую что-то или нет. И не чувствовал ничего. И они приняли решение ампутировать мне руку. Был очень талантливый японский доктор. И они сделали хорошую операцию. Сейчас это только как будто бы как бы осталась метка от вакцинации. Шрам от вакцины. И он собрал все мои косточки при помощи специального штыря. Это произошло в июле месяце со мной. В католической церкви праздник Святой Праведной Анны 26 июля. А со мной это случилось 25-го. И некто передал моей маме благословенное масло от Святой Праведной Анны. И перед операцией мама нанесла крестное знамение на мою руку этим маслом. Я был, наверное, в подвешенном состоянии с июля по октябрь. Сегодня как будто я делал сердечную операцию, на следующий день тебя выписывали. Рука была в подвешенном состоянии все это время. В конце сентября, начало октября, доктор опять работал моей рукой. Вытащил все провода. И теперь у меня как бы чудом рука в естественном состоянии. Он сказал моей маме, что единственное, что может произойти к старости, это артрит. И у меня теперь артрит везде, кроме этой руки. Я думаю, что Святая Анна меня благословила. Я говорил вам, что мне было семь лет, и дальше, возрастая годами, каждый год я ходил в храм и благодарил Святую Анну. И как бы вспоминая историю о десяти прокаженных. Когда я стал православным, я всегда всем говорил о том, что мы должны прославлять Святую Анну, почитать Святую Анну. В конце концов, получилось так, что одна благочестивая женщина мне пожертвовала тысячу долларов. Я отправил деньги на Елеон. Я, когда служил примерно год на Елеоне, и попросил сестер написать икону Святой Праведной Анны. Когда икона была закончена, эта икона была принесена в дом, где проживали Святые Праведные Иоаким и Анна, и она также была освящена на Гробе Господнем. Когда мы ее привезли в Филадельфию, мы каждый год устраивали особое празднице Святой Праведной Анны. И уже к этому моменту были по молитвам исцеления, даже раковых заболеваний. И вот если вы на иконе видите разные сердца или разные подарки, это как раз символы тех вселений. И вот как мы на каждый праздник благословляли масло. Вначале мы благословили 30 маленьких пузырьков. Примерно через два года этих уже пузырьков было две тысячи. Я не помню сколько лет, но у нас есть праздник посвященный всем матерям. Сын отца Виктора Потапова из Вашингтона Он меня спросил, вообще икона показ какие-то признаки мироточения? И икона выглядит так, что как будто кто-то ее опрыскал. Я ему сказал, что когда ты увидел вот это, мы оставим до следующего дня, и тогда мы уже передадим рапорт нашему правящему. Когда мы достали икону, то есть вся задняя часть иконы была покрыта святым миром. Такой запах достаточно волнующий, тонкий. Примерно три месяца мы ожидали для свидетельства митрополита Лавра. И когда он прибыл, он изучил икону. И тогда, впервые, тогда будущий митрополит Герман, правящий иерарх православной церкви в Америке, просил икону в Святотихонский монастырь. Это как раз было самым первым благословением путешествий до объединения церквей Русской Православной Церкви за границей и Церкви Московской Патриархии. И посещение другой юрисдикции. Вот как раз Святая Анна стала послом доброй воли во все эти юрисдикции. Примерно десять лет, я уже сейчас плохо помню, примерно десять лет происходило мироточение иконы. Икона просохла, наверное, четыре-пять лет назад, но икона до сих пор отдает благоухание. Монахи говорят в часовне, когда иконы находятся, какие-то волны благоухания приходят. Вот вы вот видели украшения на иконе, это все знаки благодарности. Вы видите, что есть маленькая маленькая девушка, которая была мать, у которой были близнецы. Один из чад в утробе матери умер. И доктора боялись это чадо удалять. То есть чадо, которое было живо в утробе матери, оно прожило до родов. И были успешные роды, и вот одно из благословений, которое видите на иконе, это было как раз благодарение за эти роды. Вот вы видите, там и серебряные руки размещены, и серебряные ноги. Многие из царапов и царапов я даже не помню. Люди, я даже не знаю, за какие чудеса и что люди просто приходят и оставляют свои дары после моря. Множество, множество детей было рождено заступничеством Святой Праведной Анны. Я думаю, что сейчас много очень маленьких Анн вокруг. Был случай, есть переход в городе Джонсон. Я вернулся туда спустя шесть лет и встретил маленькую девочку, которой было шесть лет. Святая Анна очень занята, так как она помогает многим людям, особенно тех, у кого нет детей, и по их молитвам она помогает. Тех, кто любит ее, она помогает в их молитвах. А меня спрашивали, вообще мироточение является ли это недобрым знаком? И нет такой книги для священника к действиям, инструкции, как действовать, если такое происходит. Я разговариваю с теми людьми, которые знали отца Иосифа, Хосе Муньоса. Икона сама открывает, в чем ее миссия. Мы просто должны подумать, кто есть Святая Анна. Она является бабушкой нашего Господа. И даже как говорите естественным языком, где находится бабушка, там всегда добродетель. Вот к такому я пришел заключению. Есть слезы страха. Есть слезы радости. А есть также слезы сострадания. Мы знаем иногда, когда человек смотрит телевидение, и нечто тебя может тронуть, и ты вот, находясь просто перед телевизмом в своей комнате, можешь просто как бы даже слезы проявлять. То есть какая-то некоторая программа у нас вызывает сострадание. Я просто уверен, что Господь Бог позволил произойти этому чуду в это определенное время нашей жизни как знак божественного сострадания. Я знаю об нас в английском языке, когда мы говорим о бабушках. Я знаю, когда я разговариваю с русскими, что такое бабушка, какие чувства это вызывает. В один из дней мы были в греческом, в греческой женской обители. Я спросил игуменю, по-гречески бабушка это яя? Вызывает ли у вас такие чувства при слове бабушка, как у русских, так же, как у американцев? Она улыбнувшись, сказала, что я никогда не подумал о том, не думал вообще, приравнивать святую Анну к бабушке Господа. Это просто факт того, кем она является во всей схеме спасения Божьего. Мы к ней можем и приступать как к бабушке. Один из других ее даров что она является великим источником объединения людей, да, и примирения людей. Многие приходы, куда я привозил икону, даже пары, которые находились в разводе, примирялись. Я думаю, что это тоже является важным благословением. Вот такая ее задача, ее служение, бывать в разных местах. Когда я привожу ее в приходы, на приходы, я обычно ей передаю икону приходскому священнику, и она является гостем этого священника, этого прихода. В монастыре, где я сейчас служу, мы молимся за все те приходы, которые святая Анна посетила, люди, которые совершают ей молитвы, и за священников, которые нас приглашали. И мы просим всех тех верных служителей Анны, чтобы также они совершали молитвы друг за друга. Сегодня мы не можем говорить, что мы не можем себе позволить молитвы о себе эгоистической. И у нас создался круг большой семьи, где люди совершают молитвы друг за друга. И когда меня спросили, было ли это плохим знаком, нам не нужно уже плохих знаков, знамя не от Господа. Мы должны просто посмотреть на нашу семейную жизнь, на нашу личную жизнь, жизнь в церкви, жизнь в нашей стране. Нам не нужно никаких откровений, что вещи не так хороши. Я верю, что правдивое откровение с той правью Анны это для исцеления и примирения. Продолжение следует... Продолжение следует...